привет меня зовут андрей и я с украины если это кого-то сильно напрягает вы просто отпишитесь и все и не нужно там срать мне в комментах и тому подобное ок так у нас по плану патрончик да то есть смоделировать и запечь его в мармасете и как-то затекстурировать и попробуем затекстурировать тоже в мармасете а в нем оказывается есть такая возможность так приступим с патрончиков короче да там несколько фоток в общем то в принципе я знаю как он выглядел у меня папа охотники их тысячами заряжал в детстве так ну поехали блендер включить пинкаст удалить кубик и добавить вот в нем выберем 24 грани чё 24 ну чтобы описать его форму если вы посмотрите на фоточки дал тут такая звезда получается из 6 вот таких короче завертышей вот мы чтоб сделать этих шесть завертышей надо ну как минимум 12 нам грани 12 грани опять же при запекании посмотрите вы будут давать особенно металлы плохой такой эффект черные вот я сделаю сразу там 24 опять же это для удобства чтобы сделать не 6 вот этих вот штучек вот так заходим в режим редактирования сразу нажму буковку f и залью все это дело заливаю для того чтобы при экструдировании давние не выбирать вдоль какой оси экструдировать тогда x труд происходит относительно нормально так дальше 5 е с е делаем форме до приблизительную мышок патрона будущего сделаем сюда и вот сюда ну и в принципе это уже будет почти что нашего поле а я ее и назову долл так и скопирую ее и это уже будет теперь но спрячем а стой дальше пойдем работать над ее формы тут сразу скажу да что как бы моделировать желательно все части отдельно включая капсулю ты тут а металлическую основу и пластик вот но сделаю как бы по-плохому до чтобы помутиться и понять о чем в этом плохого вот все сделаю одним целиком и короче одним объектом и посмотрим хочу в этом плохого то так заходим в режим редактирования выделю вот эту часть опять там с да как бы смотрим на наши рефы я себе там открою его на втором экране вот и вижу как там выглядит этот да все как бы на глаз тут я как бы ничего такого за умного ждали не делаю просто эксплугирую опять же да лучше наверно все в одной плоскости поэтому включим привязки контур зажали к точке подвели так это сюда пустим опять небольшой экструд выдвинем отсюда и опять сделаем несколько таких и нажму е м я центр спаяю все в центре так здесь также с делаю такую маленькую с приподымем где-то так и внутри кольцо вот это удаляю фейс и дальше там нужно поскольку это будет сейчас мы если применим с обдевается станет страшненько да нужно поделать дополнительные грани так зайду тут его пока что отключу выделяем это бы вытянем где-то здесь так форму контролер и добавляю тупы вот здесь да то что баллы вот здесь поддерживающий надо добавить так не тут добавим ты этот этот принципе этот делаю так смотрим почти что но можно 6 так тут чуть-чуть она углы такие углажина так ну в принципе да где-то так можно вот этот капсул сюда и это так сделали здесь и еще сюда нужен какой-то вот тут срез так а дальше надо контрол б нажать там подтянуть сделать две грани да вот здесь сделаю подпорку сразу ну вот эту беру масштабирую плоскости опять нажму контрол б и вот дополнительную еще делаю грань так контрол минус да это сняли выделение меньше ли и сюда вниз как бы запишем вот ну и тут теперь поддерживающие где-то так да но в эту гильзу пластик заходит наверное добавим еще один это возможно смещу вниз меньше где-то так так и здесь еще могу добавить так вроде бы почти готова да теперь нужно внутренние шесть частей как бы замоделить ну и чтоб не делать не повторяться там шесть раз можно как бы по удалять части до этого всего так это вид главное не промазать ну так наверно выделять не очень можно то есть взять нажать на прессе и помазать там где они нам не нужны так пикс какую-то не насмотрели и здесь опять нажали си этого выделения да как бы кистью и удалили ненужная какая-то . так есть это убрали теперь а теперь созведем объект пустышку и лексис да просто будем вот это все с помощью модификатора рэй вращают вокруг нее а тут главное и важно до убедиться что у вас скейл в единичке стоит вот и дальше 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 а а на выключаем вот это он тут у нас шесть частей будет и обжектов сет не относительно нашей пустышку ну и пустышку данном 6 частей надо круг 360 360 на 660 получится значит нажимаю и пишу 60 есть прокрутили получили такую штуку швы не сшиты выбираем идем в пунктик мерч вот поставили и у нас первый кусок с последним тоже не сшился где-то тут first and last корпус да нужно тоже сшить ну а дальше нам уже теперь как бы проще можно еще он включить как бы по оси x от зеркаливания вот так выделим сейчас вот эту часть опустим ее или на неделю вот эту часть наверное я сдвину и припаду а так и вот эти части на мне нужно кладь все как-то так на глазок эти две тоже с растянем выберем эти две точки с чуть потянем так ну где-то что-то нужно попробовать еще эти потянуть наверное сильно не так ну получилось вот такое думаю пойдет вот еще дамам то есть мы должны будем что какое-то это сильно уничтожить торчит атака рай применяю навожу контролей нажимаю выделю вот эти вот части нажиму control плюс да и нажму с 60 то есть убил что какая-то юбка это реально сильно большая так убрал где-то так капсуль теперь вроде сильно большой ничего страшно это не главное так теперь как бы как бы можно да к примеру сохранить то что мы тут наделали 6d нового коллекцию например хайт и спрятали ее но потом вдруг пригодится до применения там модификатор и все такое вот опять же да главное скилой чтоб единичках было и у нас такая задача будет нам нужно будет делать ромаш и ромаш почему-то в блендере я не знаю с чем это как бы связано вообще если вы там посмотрите как она работает например решили к нас обдеваю какие-то там по переношу то есть если мы работаем не с объемами а с плоскостями он почему-то глючит умер миш пусть будет у нас появляются всякие дырки вот но если я к примеру это буду делать с объемом а то будет вот все нормально работать поэтому на патрончик я буду ромашить соответственно вот это вот отверстие мне делает радости и я его значить ну сюда так нажму с 0 выровняю еще и наверное вот сюда и что сделала так опять по z еще раз по z масштабируем и в одну точку заварим получилось что такое ну вот но зато у нас это как бы целостный объект вот так дальше перейдем в скульпт ну то есть дальше будем с этим что-то пытаться сотворить опять же нам надо в патрончике да есть он там ребра такие их надо как-то смоделировать вот и мы их просто там нарисуем кисточкой но прежде чем нарисовать да нам тоже нужно какие-то операции поскольку еще ромаш да что он еще делает допустим если я возьму цилиндр вот и его ромашу да и видите вот какие плоскости то есть если я даже сделаем ушей смуз да вот например давать добавлю здесь здесь вот да так вроде бы все хорошо опять нажимаем ромаш сейчас у нас размер клеточки небольшой меню ставлю например 00 перестарался ну сейчас кстати да с этими клеточками и размера вокселя чтобы не попадать в такие ситуации там ну ждать всяко придется ну чтобы ваш компик не повис надо все-таки как-то подходить к этому то есть видите хоть и шейдинг был такой он вам все равно сделал вот эти вот грани ну такие плоские да то есть вы при применении думаю ожидали какого-то другого результата вот и здесь до нужно то есть до того как мы сделаем ромаш чтобы опять же потом всякие нож фильтрами не тягать это все дело да не выравнивать желательно до применить вот эти наши сад дивизион и вот и применить их с достаточно такой высокой топологии до нажимаю control и применил вроде бы хорошо но сетка тут будет неравномерная да то есть они вот прямоугольники нам это не надо надо будет квадратики и поэтому мы по-любому сделаем муромеш так иду в скульт да что это вообще за вот этот типа воксель сайс это размер нашей клеточки вот сейчас у нас клеточка не показывают у нас по моему вот здесь если включить его на то есть размер клетки 10 сантиметров вот то есть можно опять же если в метрах там не нравится заходите в настройки сцены и в юнитах там выбираете себе это единицы измерения например миллиметр сантиметры короче как удобно так далее и например вот я хочу сейчас у меня видите клеточка один сантиметр это такая достаточно будет плотная клетка ну давайте попробуем сделать один сантиметр это 10 миллиметров вот нажимаем ромаш ждем так все довольно быстро но тут будут видите вот эти вот косяки на то есть где у нас были там маленькие зазорчики он все это превратил в один и вот здесь такие вообще некрасивые косяки еще и вывернутые да иногда бывает там их не получается починить я сейчас возьму тут еще психо ну на отменю то есть сейчас вот это нажму control z на вернусь к прошлой сетки и попробую сделать еще наверно в два раза меньше там 5 миллиметра точно если я сделаю один миллиметр это блин он зависнет так наверно 99 и 9 процентов попробую дату сделаю еще два раза меньше по сути ячейку быть еще дольше ждать вот это как раз я о том что да лучше бы делали это все отдельными элементами это первое почему стоило бы сделать как бы с обтулами такими так смотрим вроде да там клеточка хорошо но тут опять есть косяки с которыми придется до что-то делать как-то работать здесь уже косяков поменьше вроде все нормально у меня сейчас 1 и 6 миллиона отменю возьму психо ну еще на сильнее там пусть будет 2 миллиметра думаю да там зебра переваривают эти полигоны ну краша блендера зебра денег стоит блендер бесплатен да на блендер нечего наезжать вообще совершенно на халяву нам дают кучу офигительных инструментов функционал которых блин растет как на дрожжах есть глюки да есть всякое но это же бесплатно так вы увидите надеюсь что я про девяносто девять и девять психо ну а все нормально да то есть все переварил их посмотрим ну в принципе как бы норм там какая-то мы здесь все как бы хорошо ну дарю этим мы себе создаем проблемы так дальше нам надо нарисовать вот здесь эти линии на первое нарисовать они должны только идти на пластиковой основе больше нигде я нажимаю кнопочку б это бокс маск на то есть я не хочу строгать вот эту металлическую часть поэтому я ее замаскирую вот потом возьму на наверно вот эту кисточку отключу симметрию попробую и что-то так ну в принципе да что то такое может быть 1 и 3 больше и сделаем ну где-то да такие вот линии дома будут нормально 4 да только лишь надо же нарисовать побольше да поэтому мы перейдем в настройки кисти где-то симметрия есть радиальная симметрия ну тут наверно там 32 можно сразу и 64 попробовать да вот и то есть он у нас вот такой потуплю это нарисует да то есть за два раза сделаем к этому строк да то есть метод сейчас space выберем line то же самое нужно нажать буковку е и выпадет этот список такой до 5 под задумался так давайте выберу line теперь попробую провести по моему ч а вот alt когда зажимаем да ну там по моему угол от 45 так раз получилось и еще раз ну такое да все это вышло так теперь вовнутрь у нас 2 ну в принципе на все неплохо вот здесь кстати опять же когда патрон там заряжаете закручивается но обычно стирается вся эта штука поэтому можно зажать shift и тут немного разгладить тяжеловато на может быть все таки меньше надо было или вот здесь поменьше работала вроде бы пойдет так с этим готова на теперь надо то нам осталось что-то вот этой металлической штуки alt m нажимаю там скрыть ты тут например взять сделать 8 уменьшим кисточку каких-то таких потертости по добавляю здесь возможно это тут на таких вот сейчас еще возьмем так вот здесь наверное не знаю какие получится что-то это удалить чуть разгладить тоже shift он зажмем меньше сделаю такое невыраженное было ну конечно лучше там утопить было бы а лучше да как я сразу сказал сделать все это отдельными элементами на и сразу бы от кучи геморроя сразу бы сами бы избавились тем более что у нас он только поджидает дальше так дальше надо нанести циферки на то есть 7 вид сверху control 7 вид снизу или если вы 7 были на виде сверху обратный вид это девятка на нам паде вот вот это я убираю так и чем не сделаем выберем вот этот и layer да по моему эта штука которая делает равномерные на такие от шаги на одном уровне вот перейдем в настройки этой кисточке тут где-то надо найти текстуру на текстуру нажимаем new нужно переходим в настройки открываем так где-то у меня папочка вот здесь есть текстура и в этой папочке как раз чего-то не хватает очень нужного на не хватает до сохраненного нашего файла и если бы мы сохранили тогда у нас бы сразу оттуда открывалась так теперь идем в опять думает так идем в настройки кисточки выберем вот подождите я же хотел нанести не то открыл нам пусть это будет опять удалил нажимаю new открываю опыт увидите все открылась нормально и открываем вот эту текстуру да дальше выберем вот тут маппинг место тайлот на метод stencil на и вот она появится перемещать ее правой кнопкой мыши крутить control и правая кнопка мыши и shift и правая это масштабировать если надо убрать раза трансформа на обратно так ну и надо ее выставить штабирую есть ну и должно она у нас как бы вычитать сделаем силу на где-то 0 1 кисточку увеличим мы попробуем пройтись так можно было наверное на 0 2 сделать и вот тут важный момент еще кстати на этой когда этой кистью пользуйтесь в адвенце поставить чтоб он твои сон ли да только на те полигоны проецировать которые смотрят как бы на вас а то иногда бывают такие штуки что ваш проходит сквозь патрончик то то есть опять я перейду а отменю сейчас да уж я уже не попаду да убралась опять берем в общем выставляем здесь на 0 2 поставлю и опять до провожу кисточкой по рисунку во да где-то углубил например опять же можно от этого попытаться чуть-чуть избавиться возьмем тоже перейдем сюда возьмем нажмем кнопку м это у нас кисточка кисточка будет маск да и замаскируем вот эти вот буковки так странич на полную буковки этой циферке так в общем сделал так и теперь это инвертирую control а и нажимаю а иду тут где-то наш фильтр здесь есть смуз и подтянем просто левой кнопкой мыши хватаем и тянем видите вот у нас они такие сглаживаются ну вот сгладилась и хорошо альт-энд чтобы убрать маску вот теперь я хочу нанести вот сюда еще какие-то пошкрябины тоже нажимаю b box mask выделяю часть где я не планирую никаких пошкрябинок да то есть мы маскируем а сюда выбираем кисточку идем наши текстуры вот мы уже одну выбирали здесь метод поставим view plane строк не тут на анхарит вот да теперь мы можем опять левой кнопкой как бы тянем на и появляются такие вот штукенции ну как видим и на жесткие текстуры текстуры этих качества отвратные первое попавшееся там по запросу там альфа scratch вот ну качество найти получше так тут тоже наверно до 0 1 уберу и поставлю чтобы в минус ну или control удержу ну так тупит вот мышкой кути мы можем направлении менять это ну так тупит он делал пойдет а и вот здесь тоже можно что-то добавить и например на капсуле не добавлять если не хотите на капсуле добавлять тогда мы просто берем и маскируем его ну я например что туда попадать не буду нужно там тоже поэкспериментировать эту удалили мы добавили ей так он подобавлял в общем тут вообще такой ну пусть так вроде бы все до альтер посмотрели это мы сделали нашу хай поле что-то на ней по наделывали так выходим отсюда вам теперь а ну теперь еще у поле нам надо бы подогнать на по божески беру на поле смотрю там что у нее на как вот здесь надо на заходим режим редактирования выделяем вот эти полигончики alt-s чтобы масштабировать их вдоль нормали и сюда вот вот подгоняем опять же когда мы будем запекать да то есть нам нормально они создают как ферды геометрию до такой эффект вот на самом деле лишь ничего нет и когда металлические поверхности у вас и появляются вот тут он ничем тут то есть как это сказать тут и геометрия но у вас будет он будет пытаться нам рассказать чтобы там их ее нету на по большому счету здесь лучше тоже добавить там фаску вот еще какую-то дикую дал тут поддержек у меня как бы мало было ну ладно это оставим но такое поплыло что-то завтыкал еще добавить парочку ну ладно оставляем вот здесь точно да ничего не дорисуется у нас поэтому выделяем нажимаем control b ну хотя бы вот так да возможно вот так было бы лучше но всегда чем вы лучше и и опишите да тем лучше будет давайте этом по минимуму сделал так дальше внутри да тут тоже надо поработать это внутренняя часть должна наша как бы модель в модели было делаем и с где-то так сделаем так есть теперь чего еще не хватает это ювир развертки идем и видит рак прячемся лишнее выделим да то есть если вы нажмете юан в раб вообще даже ничего не произошло а можно конечно там с марки и project что-то там нарезать но скорее всего будут глюки потом то есть проблемы с вот это вот что это такого ты давать мне тут не надо на какой-то личненький сделал опишутся тут не надо то есть вот если от на остром углу запекается фаска то тут по-любому должен быть шо да иначе там будет такое как там появится шов при запеченных картах нормально можете попробовать то есть я сделаю вот здесь вот здесь вот здесь у меня такие острые я это все по отделяю нажимаю control е марксин вот такой еще тоже нехороший момент до его бы желательно выделить и с м от центр да то есть вот забабахали вот тут кстати тоже взять и в одну точку все так ну и дальше нужно сделать боковой потому что сейчас это цилиндра мы попытается его как-то расправить на плоскости и понятное дело до что выйдет какая-то беда на поэтому тоже возьмем вот эти шок чеки пометим этот разрезать не надо control е тоже марксин пометили нажимаем у андрак да и сейчас вроде бы как и все по-божески но есть вот такие вот искривления то есть если вы пойдете сейчас там шейдинг ему создадите какой-нибудь чекер ну и выберите нажмете control t при установленном аддоне not wrangler выберите и и развертку тут там с масштабируем мы видим что она как-то потянуто там в принципе она запечется все будет нормально ну например если вы будете текстурировать там фотошопе да что-то делать а у вас эти кривые острова ничего хорошего в общем в этом нету тем более что это не тяжело исправить в принципе тяжело только методом блендеров да вот тут криво но можно тоже то есть как мы должны поставить один квадратик сделать ровненький дает возьму привязки сюда выровняю относительно это носитель на это и сюда на то есть есть квадратик и нажимаю тройку все так же тут работает да с чем работаем с вершинами ребрами или полигонами выделим его дабыла и follow актив квадс да и но все тогда относительно нашего квадратника как он выровнен по оси и по выравнивается на вот этот элемент же шут эти развернулись это тоже разрезанный на то есть я тоже могу выделять вот эти вот раз в принципе на этой детали да не так уж все и печально и это нажал да вот я выравнил все нормально в принципе уже все хорошо вот у меня есть там мадонью виталки там просто вот например платный ну если там telegram поступка эти на в учебных целях дам вот но есть тоже еще по моему и бесплатные там текстуле еще наверно много чего но у меня есть этот вот да то есть я могу взять выделить какой-то элемент можно наводить эль до выделяем юри турки ты тут есть на стрейфт и он его делает сразу тоже ровненьким у одной кнопки и все больше на как бы у нас все остальное выровнено еще опять же если какими-то там методами по старинке это все дело как его текстурировать да тогда было вот например нам надо будет то есть вот эта часть вот вот эта часть вот это и дополнительно под отсюда одета это у нас будет какого металл а дальше ну и он одного цвета а дальше у нас пластиком другого цвета то я бы например здесь как-то это тоже разместил более-менее вот тут кстати опять же можно выделять да еще если нажать пель вот сейчас у меня у вас на его по умолчанию так не будет стоять вообще ничего не будет стоять вот так выделяется весь элемент целиком а можно там например в границах швов да и по сути вы выделяете один юри остров вот и например я выделяю на вожу я знаю вот это потом идет следующий элемент выделил ему проверну и вот тут выделяю вот он тоже его сюда перетащу можно еще работать и тут в режиме синхронизации но например у этого дома это да тут много чего не будет работать если вы в режиме синхронизации обращайте на это внимание ну а так вам просто понятно как бы дача вы там выделяете что это за участки то есть вот они все есть как вот это у нас одно я здесь просто выделяю сюда поднесу и вот здесь оставляйте поединке я не буду автоматически попаковать при автоматической запаковке он и самых как бы оставит так и то есть если вы их не оставите опять же при этом масштабирование ловью порте вы можете видеть различные глюки вот так же когда вы запекаете там нормала она запекается с марджинами они будут залазить друг на друга и это будут опять глюки вот ну и так далее так вот этот вот эту часть сниму в отделении вот это ближе до на к моему металлу вот это уже пластик и пусть тут и сидит так вроде бы все хорошо сохранил еще вот этот развертка мне например опять же если вы фотошопе будете что-то там текстурить она может понадобиться нажимаете экспорте милая луки назовете это медведь выберите будем там запекать 4k нажимаем экспорт так то есть ну все вроде бы поле поле почти подготовили еще единственное делаете шейкс мусс да и не включаете у тут никаких галочек то есть уважена эту модель все нормально с хай поле перепекутся а здесь же где наших как бы шейдингом то все пучком все нормально она отображается че так вроде без нету косяков все чётенько да то есть все это и перепечется на нашу модель так или развертка есть все модель кидалу поле хай поле есть они одна в одной вроде бы хорошо да выбираем там лоу поле нажимая в 4 экспорт fbx да наша папка и называем это будет оставляем эту тукамеш и выделенный объект экспорт так и теперь хай выделяем ее уже самое в 4 или вот здесь же ждал можно выбрать экспорты близок то же самое а ее называть хай и это будет дольше задумался что у нас тут 20 миллионов треугольников так есть да то есть все что отправилась все хорошо где-то не забываем сохранится ну и теперь надо ехать марма сет у меня марма сет даже не знаю 4 купленный на 404 вот вы можете его на официальном ска сайте скачает месяц будете думаю пользоваться нормально ничего страшного ну и опять же можете скачать день качают большинство всякого по до крякнутого ну вообще это некрасиво это все равно что у вас бы машины вечером угоняли катались на ней утром возвращали вам малы такие ничего и не знали тут на ней зарабатывает денежки вот и вы так делаете вот тем более он там недорогой там по моему что 15 долларов в месяц можно попользоваться не понравилось не пользуйтесь но в принципе можно все печи в блендере но тут есть свои приколы так создаем бэйк группу сразу выберем вот здесь на опыт куда она будет все сохранять выбираем наш проект и сделаем тут папочку break и как-то будет текстуры называться да вот есть теперь сюда импортируем наши модели это тоже думаю займет сейчас какое-то время и закинули на бэйк project поставим там настройки тут поставим 64 формат 16 битный 8 битным будут там отражения такие размытые вот ну и качество 4k да тут за тем какие нам нужны будут карты те запечен и можем сразу же тут увидеть предварительно нажав на превью да если какие у нас к здесь косяки но перед этим нужно до нашей модельки засунуть по папочкам хайп поле группу хайлоу вот или можно посмотреть превью на то есть вот он создал превью и мы уже видим тут как бы текстурку он качеством пониже берет создает и она думаю уже появилась бейки от у которого мы просматриваем она уже есть то и в принципе видим все это ну как я говорил да вот здесь на если сделать фаску будет лучше обычно на металлических поверхностях ее лучше и делать эту фаску вот если вы еще выберетесь добавить этот металл вот видно да такие черные этом засветы и вот здесь мы кстати еще видим на такие полумесяцы вот наши полумесяцы опять же до происходит из-за того что у нас там 24 грани на то есть вот так вот они там идут у у нас то есть один как бы объект хайп поле он там идеально кругленький а у того 24 грани а здесь от нормали да скорее всего сейчас мы на них посмотрим вот они как-то вот светят под каким-то там углом и поэтому получается вот такая как ложбинка и по сути в марма сет это единственный да где можно ее поправить да то есть у нас есть от например на лову нажимаем сразу же у вас появляется кейдж да это по сути подпушенная модель в поле поэтому в марма сете кстати до альты левая клавиша мыши это вы вращаете альты и фу колесико мыши вы перемещаете и я вечно какие-то тупники до пытаюсь как в блендере ничего не выходит клацию поэтому поэтому ты клацию вывод ну и тут да если вы хайп по умолчанию скрыто можно наоборот сейчас лову поле скрыть дан то есть хайп поле она не должна вылазить за пределы вашего кейджа да то есть вот таких просветов вот этих не должно быть в этих местах ничего не запечется будут какие-то там пятна то есть это первое в этом сделали мы не сильно высоко вот посмотрели все хорошо все у нас та модель а теперь нужно зайти выпаять на тут мы видим нашу развертку и видим как проецируется нормально с типа с хайп оли на лоу поле видите вот они под таким углом и соответственно у нас хайп оли кругленькая лоу поле да не такая кругленькая и мы видим вот те такие помятости тут достаточно просто поводить кистью и выровнять эти нормали видите они теперь ровненько ровно проецируется и у нас тут ровно будет запечено без всяких косяков стирать если на одет залезли лишние контролу держите все или там например нажали клея и все почистили вот да то есть такое дело в общем сделали вроде бы как а сейчас я на хайп оли модель смотрю и думаю что она не менялась как о смотрим да вот здесь видно что она уже выровнялась она ровно идет не так как когда было то есть все все хорошо просмотрели ну в общем нормально все и тогда выбираем какие нам надо эти карты запечь до возьмем на рванг нормал курватур ambient occlusion вот материала иди у нас нет и будет без нее нам в общем очень плохо еще часто там опять же то и для мармасета по моему сейчас склад с ним там хейт не знаю по моему в сабстансе хейт позиция еще надо си ситнес вот это на там может кривить и не знаю вот ну и обязательно это материала иди ее нужно сформировать или когда были назначены разные материалы или просто до выбрать если это из разных объектов ваших ай поле стоит то каждый объект сформирует свою карту да и там юви острова и так далее у нас этого ничего не придется нарисовать самим вот но без неё реально работать наверно как бы невозможно будет так вот это короче скрыли да тут что-то там в общем понастраивали нажимаем кнопку бейка и ждем и ждем кстати меньше всего на просе тут как-то умудряется печь быстрее всех я тут их натыкал да мы уже все запеклось у нас уже в папке вот все появилось так и сейчас я сделаю маленькую паузу да и продолжим ужин карты в общем все запеклись да вроде бы у нас и как бы пучком нужно тут например на час просмотр открыть еще окружен там посмотреть на нее и добавила и все такое вот и да у нас там нету альбедо всякие нам надо как-то покрасить металл сделать в принципе да там я со своей деятельностью меня больше архитектура да ничего особо я дальше и не лезла да не текстурирую ничего тут вот ну может и будут что идем photoshop да откроем наши например эту эту да и все на куратуру и это и создадим еще 4 на 4к цвета rgb 16 бит вот создать сделали пустую сюда возьмем перетянем нашу июльи нашу мы там рендер лично шульта на рендер или наверное у меня когда я ее запекал да ничего выделено не было идем блендер выделяем нашу поле идем и видеть инха ну да вот этот квадратик я и запек вот где там юрии экспорт так 4к хорошо да и засуну назовем ювей назад да и теперь мы как быть там четко понимаем где у нас что расположено и еще возьмем нашу а туда с дублируем давайте сразу вообще это назовем как она будет называться 0 беда во и теперь будет понятней это создать дупликат и на альбедо отправляем из этой так уже историю повторяем вот пока что как бы покажу на альбед тут по нему я четко вижу да где какой у меня материал альбед вообще еще должен у нас в режиме умножения работать а вот этот обычно на работает в режиме мульти его перекрытие о ну то есть получается вот такая особо он конечно нам не по добавлял ничего это запек не то плюс или кривите надо было вот ну ладно да то есть что-то там добавляет на углах сейчас не интересует нужно мне его покрасить тут я в принципе могу банально взять вот эти вот эти прямоугольник выделить вот сюда так и сделать его окей если да покажу я еще и вижу вот это тоже отправлены вверх-наверх тогда и капсуле вижу все эти дела так то есть вот это желтенькая будет и нарисую еще один это делал на другой там цвет например юли прячу так опять выше перелезла и вот так вот могу как бы и уже даже сохранить control с нажимаем и пойдем в этот альбеда и и засудим можно опять же да там по удалять все материалы вот дефолт сюда кидаем например открываем нормал вот нормально появились наши альбеда да то есть вот мы уже как бы там покрасили не покрасили какие-то еще тут моменты давайте сразу сделаю да она же будет у нас как и айди карта включу и не хорошо теперь видно будет центр здесь выберу эллипс так альт удерживая это из центра будет шифтом да он еще и ровненький будет так то есть это сделаем каким-то можно краснее цвет вообще для иди карты и желательно какие-то яркие там возможно синий чтобы нового хотят должно выбраться попробую так и делаю еще один вот тут же вы и надпись можете делать да и и эти моменты фотошопе да ничего учить не надо фотошопе все легко и просто так вот эту линию видим белую нам не надо надо ее как-то передвинуть не довел так сохраним в этом сразу должно все обновиться но даже ничего тыкать не надо как в блендере опять же если сделать там металлическую для текстуру надо то есть вы тут видите что там металл когда это мы в общем диэлектрик крутим на единицу получается у нас металл да то есть если будет белый цвет это металлическая поверхность если будет у нас черный цвет но это диэлектрическая поверхность вы также сами можете перейти там фотошоп создать еще одну текстуру назвать ее сохранить но тоже вот сюда к примеру принципе вот это можно было пересохранить и все давайте-ка я дубликат слоев и отправлю вот но тут я просто поубираю да и вот то есть вот это не металл но это должно быть черная а металл должен быть белый вот сохраняем мармас эти его открываем как подгрузилась да и тут вы получили металл там не металл вот тоже самое там карта ровность на шероховатость все это можно рисовать в общем никаких проблем да то есть это такой метод по старинке и вы тут в общем все зато понимаете где у вас что да как кстати если вам надо сетку до траги дарить еще пожалуйста если вы включите эту сетку на слой альбедо покажите ее сохранил долго сохраняется но да теперь мы увидели и сетку можно и так рендерить сеткой так ну ладно до следующий момент да это все таки надо сделать но попробовать потекстурировать вот здесь в мармас эти думаю там не сильно отличается как в тапсенсе вот так так нам нужно иди карта и для этого я возьму это сейчас альбедо файл сохранить как назову его идти вот и тут мы только вот это все по убираем до никаких полутонов там быть не должно вот да есть четкие цвета по ним легко можно все будет выделить и сохраняю вот далее на здесь я да то что мы тут наделали я удалю назначаю просто опять вот и мы создаем текстурный проект на вот эту нажимаю появилась и ему нужны вот видите выходящие карты так и тут у нас как раз там на курватура да она есть добавляем там норма норму object материала иди да вот сейчас не буду его добавлять потом чередая а вода вот добавим там отрижали для некоторых проектов это в собственно всегда еще там ведь используется sickness этот вот их тут можно тоже вот выбирать если мы делали на то мы здесь появляется так сделали хорошо да перейдем отсюда на вкладку текстурирование чтобы делать еще предпросмотр да вот тут в viewport и материал который назначен нашему объекту да надо прилинковать код в этом к этому мы уже видим карту нормальный тут сразу и все хорошо дальше да ну блин я тут не особый специалист есть свои они есть в общем и photoshop и и в substance а есть настройки этих слоев есть материалы да опять же есть наша библиотека со smart материалами кистями всякими альфами и тому подобное вот к примеру там возьму материал какой нибудь металл да и туда тяну бах и все весь патрон стал металлическим да вот создался заливочный слой и получилась вот такая вот в общем-то беда а нам-то такого не надо нам нужно как-то по частям на все красить или тогда создавать слой кисть и именно там брать подкрашивать и это не очень хорошо я его отсюда бахнет на и все-таки теперь открою материала иди и теперь при перетаскивании да видите он уже подсвечиваются я например выбираю эту часть и вот она назначилась только на нее и больше нигде так отменим и по накиду какие-то материалы так это металл сегодня что-то не качается да какой-то глюк там или у меня с интернета не работает интернет не знаю не скачиваются ассеты ладно то что есть да у меня например этот кинем сюда этот или вот посветлее ну пусть этот будет а у него также есть настройки если надо там его сделать светлее покрутили есть также для него и карта ровность металл нас и все эти как бы дела присутствуют вот забыл тут я бы да там рекомендовал чтобы вот этих вот избежать все-таки вот в том месте где горилл тут создать еще скос для металлической поверхности сделать эту фаску вот ну я уже не буду так здесь опять же дать что-нибудь по находим промазал вот возможно не очень явно так сделал его или не туда перетащил видите не могу попасть тарелки приблизим еще попал так сделали сюда какой-то металл по так есть так есть все хорошо так ну и найти идет пластик 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 не качается что-то матюкается ошибка http 401 не знаю чем связано опять короче выбираем из того что есть на возможно цвет не тот тоже переходим на настройки этого слоя вот видите для них создается автоматически там маска сделаю вот его поярче если вы свои там делаете до слои вот или для рисования или от заливочный и хотите чтобы он заливал да не весь объект вы также можете его просто перетаскивать данную вашу айди эту карту и он назначается сразу создается маска слой маска да к этому и вы рисуете уже непосредственно только на этом так мы тут есть до заливочный и как он пейнт лэйр и вы кстати когда их выбираете у вас от инструментарий меняется когда пейнт лэйр у вас кисточка появляется до филлер там другие вот я удалю филлер добавлю пейнт лэйр и по сути да я хочу просто сделать вот здесь надпись да то есть я его выделяю опять же могу его перетащить на нужный на случайно не попасть туда куда не надо размер кисти регулируется как в фотошопе кавычками да только вот тут изначально будет у вас два вот такие жесткие тормоза знаете чтобы их избежать не знаю чем маленькое такое изображение и так тупит вы да там viewport quality на фаст поставьте уже могут быть о да там уже легче вот тут можно один к двум текстуры поставить в принципе все будет видно нормально когда надо там поменяли но за того да то есть можно красить уже никаких тормозов нет на то есть все работает ну то есть это все ограничивается все как надо так и хотел где-то мне кисть он блендер есть да то есть чтобы кисть у вас заработала вы переходите в tool settings вот это вот все настройки этой кисти и например вот сюда тянем вот эту штуку да теперь у нас уже вот она отображается нужно мне ну хотя могу и так например нарисовать вот так клацнуть но мне нужен цвет другой и не такие мягкие края да то есть края харднес тащим и например ну тут angel я могу кисть покрутить да и как мне надо так и ее спроецировать сейчас она проецируется еще относительно как бы нормальный вот здесь в projection можно выбирать например на юзи это дает околбасить не будет да и можно рисовать как здесь так и здесь ну в общем давайте не буду я вертеть поставим 0 не увеличим выберем цвет кисточки но тут сразу же материал настраивается также там каким вы будете рисовать и также по моему и в этом же шив собственности вы выбираете да что вы будете регулировать тот клацаем на там и вот там или только альбедо она будет рисовать или там то вместе на выбираем за что это там слой отвечает вот здесь например ровность сделаем более блестящая чтоб надпись была ну и где-то бабах ним на теперь смотрим надпись блестящая да как только нанесли все хорошо возьмем на и на затирочку эту кисть удалим и какие-то не знаю что типа такого не скачут так и что-то где-то тут по классу и такая выраженная была затертый короче патрончик так ну и все да это как бы такая не знаю не по мармасету такой урока в роде уже и попрос нас и туда в общем-то пикли в мармасете затекстурировать тоже попытаюсь но не подробный да мы же в дальнейшем сделаю ружье как у папы было таз вертикальный дали там будет интереснее на больше всяких деталей больше из текстурирование совсем помучаться придется да возможно будет интересно да сделать это опять же в мармасете пошел собственность у меня даже не установлен substance намного дороже мармасета так что извините вот так ну и вообще да надо это что сделать теперь она наша дам текстуры которые мы хотим получить на выходе да тут по умолчанию он идет mix map и у нас в разные каналы на красный зеленый синий запекаются разные карты можно оставить и так и в блендере да все это там насунуть это выбирается мне можно поменять например там сейчас давайте тип png а вот эту я бабахнул добавляю новую на этом назову метал так не то тоже png и выбираем что это у нас так вот она появилась сразу следующую тоже что там еще забыла а вот момент окружен сейчас добавляем так ну вот в принципе до этих карт нам хватит ну и нажимаем опять же выбираем место куда мы их сохраняем тебе просто создам еще папку вот выбрали да и нажимаем экспортировать опять же разрешение текстур и экспорт все да то есть все получилось дальше в принципе можно там все по убирать отсюда до оставить просто нашу волну польку доличит этот текстурный проект и что пила бэйк группы вот есть но поле на перейдем в классический вид этот материал бабах ним я такой вот это зачем-то я поле назначил ей материал да и здесь тоже по выбираем уже непосредственно вот с наших текстур нормам и беда чертен ров нас и бенток нужен так ну да все получилось получился такой патрончик в принципе вы отрендерить да можно все и в мармасете на то есть я там взяли патрончик сначала надо сейчас где-то тут цен добавить шагов кетчер вот так возьмем увеличим этот шагов кетчер лучше сделаем да на нем будет тень у нас отбрасываться также вы можете там ставить источники света на добавлять вот выбирать там откуда куда он будет светиться это если надо до источник света чтоб светил не надо его удалили у нас также есть настройки небо можно брендер включить юзера и трейсинг на видим момент пошел и настройки от sky вы можете выбрать но подходящую себе из библиотеки hd-ray карт даю еще можно если зажать shift и правую кнопку мыши там можно вертеть ну например вот так что-то навертел также я могу объекты здесь дублировать до правой кнопкой сдублировал повернул подвину и если еще выделить объект и сделать его сейчас перейти это object turn table на то у нас теперь в анимации будет будет крутится так почему сейчас для ловни для обоих надо было да или сам шагал кетчер так а ну-ка и патрон еще замечательно так раз два 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 три вот а ну-ка по на теперь оба крупства у так выбрали ракурс допустим так ну и какие-то да там брендер я не знаю что-нибудь дополнительным бенд про флэкшен да шума не там друг от друга где-то там пол можно сделать чтобы он отражался вот здесь до вывод у нас куда сохраняем допустим для изображений тоже сделаю здесь папочку бендер вот и пусть сохраняется сюда видео настройки на тоже выберем эту же папку пусть сюда так дыму из можно на джи пью будет быстрее композит если вы хотите сеткой от рендерить тут просто можно включить вот так в аэрфрейм и если сейчас нажать рендер имидж дата в этой папке рендер должен быть сеткой появился от рендерился так нам этого не надо поэтому этот пас мы убираем вот так же да там настройки камеры мира например вот здесь можно потом затемнить еще камера опять же тут фокус есть фокусное расстояние можно там замылить взмытие в движении постэффекты ничего можно шарпана добавить блюма виньетирование на пусть будет грейн раз включен его зернистость о ну типа не знаю тут поклацать и все у нас есть мы можем как отрендерить как viewport вот и в 10 а или вот и да все видео короче или а тут кнопку жрать на рынок так рендерим изображение довольно все быстро сразу же она тут появляется вот или же можно отрендерить видео принципе тоже будет не сильно долго ну пока ну там рендерится пойдем еще сходим в блендер и в блендере возьмем наш этот ну поле патрончик заходим шейдинг берем материал создадим новый нажмем control shift на вот этот нот до выбрали и control shift вот идем в наш бейк текстуры выделим попробуем все возможным сам сейчас все установит правильно так вот что-то не поставил так норму мэп есть ровность поставил металл нас до поставил тут важно называть их правильно да вот она металлическая штука нету а вот только никуда не подключено что он не знает куда их пулить да мы знаем шифтой кола миксом джеби сюда втыкаем переставляем в мультиплай вот и подключаем момент на вот он мог есть 1 крутили вот я бы еще был таковите добавил дамка возьмут этот мод скопирую и пойду где-то на моего не запекли на посмотрим что будет я на ватуру эту да тоже дублирую вот этот матч и д здесь оверлей и его да ну да такое овощи выраженная стала нормальный патрончик вот дальше там что надо масштабирует надо делаем уже какую-то сцену да тут в общем блендере чё там рассказывать вот если нам много патрончиков нет нет на лучше применить array выключены тут какой-нибудь отступ дальше шик для копируем его теперь у нас вот здесь 0 здесь какой-то вот пусть его будет там штук 10 здесь штук 10 вот и еще раз скопируем только уже по оси зэп на 0 и к ставим раздвинуть так и потом можно это все применить лайком зайти в режим редактирования нажать п выделить все драк нажать прямо у спортс теперь все на разные части распалась установим и море джин и можно теперь взять трансформер он дома из трансформе тут что нибудь там накрутить 20 по оси зэп также там добавить смещение мой вы так купите вот этих объекта на 200 так камеру да пододвинули control light 0 сделали камеру поставили не знаю что то там на мир пишет они работают говорит сайкл с мужем мир там ставил на солнце садить вот что там рендерится да рендерятся наши патрончики здесь там выбрать например в 256 сэмплов хватит дэнуйзер оптихс можно еще выделить камеру камеру и в камере пойти дэпсов филд клацнуть на какой-нибудь патрончик единичку поставим да и все нажимаю кнопочку с 12 сильно разогрел ну ничего в общем пойдет так сделали тут и наверное у нас там и видео уже до готова да и сделали здесь но опять же да здесь показать с настройками обнаружите что-то новое то в блендере думаю уже проблем никаких не будет так надеюсь да вам понравилось это после полугодичного перерыва и куча событий тяжеловато но думаю пойдет так ладно всем спасибо ставьте там лайки дизлайки и откидывайте идейки дачу моделить будем вот идеи для будущих уроков всем спасибо всем пока